Проанализировать и принять совместные решения представители городской общественной палаты собрались, чтобы обсудить инициативу реформирования системы органов местного самоуправления. О такой необходимости ранее говорил губернатор Вячеслав Федорищев. Сейчас в Самаре действует двухуровневая система, когда внутригородские районы являются отдельными органами местного самоуправления. При них сформированы депутатские корпуса, выделяется отдельное финансирование на содержание районов. Десятилетний опыт работы в такой системе показал ее низкую эффективность – размывание ответственности между районом и городским уровнями управления. Все это, безусловно, порождает сложность взаимодействия и координации между разными уровнями власти. При формировании стратегии, градостроительной политики, размещении объектов потребительского рынка, общественных пространств, расселении аварийных домов и так далее, возникают сложности согласования. Естественно, снижается и оперативность управления при решении конкретных вопросов. Напомним, что на двухуровневую модель системы местного самоуправления в городе перешли в ходе реформы 2015 года. Тогда это был эксперимент, в котором участвовали Самара, Махачкала и Челябинск. Сегодня предлагается вернуться к системе, когда внутригородские районы снова войдут в состав администрации города. А жители города будут выбирать не районных депутатов, а парламентариев напрямую в городскую думу, как это было прежде. Что предыдущая система, что нынешняя система. Есть и плюсы, и минусы, и там, и тут. И наша с вами задача сделать так, чтобы мы все плюсы собрали и той, и этой системы, и не упустили их. И перейдя в новую систему, мы эти все плюсы взяли с собой. В работе общественной палаты принял участие исполняющий обязанности главы города Иван Носков. Он также выразил поддержку предстоящим изменениям и отметил, что самое важное – не забывать решать задачи местного самоуправления, улучшать жизнь жителей города. Я считаю, что та система, которая сегодня есть, она не совсем эффективна. У меня был личный опыт в этом убедиться, и я думаю, что не просто так. И области, и город пришли к выводу, что надо ее поменять. Но при этом мое четкое убеждение, что ключевыми людьми в управлении города являются главы районов. Ранее подобные обсуждения прошли во всех девяти внутригородских районах и общественном совете при думе городского округа Самара. Решение о переходе общественниками было поддержано. Всего в обсуждении вопроса об информировании о преобразовании городского округа приняло участие почти 300 человек, которые предложили органам местного самоуправления городского округа изучить мнение населения по данному вопросу. Так как устройство органов местного самоуправления, а особенно представительной ветви власти – это решение прежде всего горожан. Теперь предложения о необходимости реформирования системы органов местного самоуправления вынесут на публичные слушания. Если жители поддержат инициативу, то городская дума выйдет соответствующим предложением о внесении изменений в устав города. Андрей Горгуленко, Константин Головин. События.